ребят всем привет с вами компания династия и сегодня я хочу вам показать небольшую подборку ножей которую мы подобрали для вас и отвечу на накопившиеся вопросы так ну вот смотрите вот у меня в руках сейчас и нож хищник сталь порошковая lmax давайте я сейчас каждую постараюсь вам более детально показать рассказать так что касаемо там вопроса выставок значит выставки которые я планирую посетить это с 23 по 26 это красноярск и с 30 по 2 апреля это москва там я буду все вопросы отвечу в комментариях там потому что интересно так ладно вот ножик у нас хищник выполнен он из порошковой стали lmax рукояти стабилизированный кап клёна таких ножей меня два один я вожу как бы он сказал и 2 вот тот был номер один этот номер два так вот там вот в комментариях такой вопрос почему сайтом сайтом не занимаешься вот сейчас вот такой торговой друзья понимаете интернет торговля на достаточно специфическая и когда вот вы покупаете да почему я заставляю менеджер делать вам фотографию именно вашего ножа показывать детали показывать там сведения кстати вот здесь на этих ножах сведения 025 для того чтобы вы покупали не кота в мешке а конкретно нож который вы получите именно тот нож который вы получили фотографию то который вы видите два ножа цена их по 13 тысяч рублей данных ножей так следующий у нас ножичек есть мужики вот два ножа есть рыбацких таких вот значит на один вопрос считаю что я вам ответил вот он такой рыбацкий ножичек стали кованая х12мф блин надо было линейку сразу так взять здесь линейки нету смотрите кованая х12мф полировка в зеркало подписано на обухе ручка выполнена из ореха птх хотел показать 130 у него клиночек 20 здесь вот 27 где-то самое широкое место нож рабочий абсолютно без всяких там у крутосов такой красавец это вот первый экземпляр вот его цена 4000 рублей вот такого ножа и есть еще у меня один ножик тоже самый нож с небольшим дефектом я не знаю сейчас я вам постараюсь показать что там хрена не видно но я это как бы вижу это что-то брак в металле полировали вот здесь какие-то как будто внутри такие знаете самом ментале какие-то точки в общем вот полировка как вы видите сделано он смотреться можно зеркало но они не убрались ну в общем вот этот ножик он один такой есть то он все подобно все хорошо собран за трешник я его там так да сразу отвечу на вопрос царапает ли макс стекло вот вот бутылка вот видите вот этот уберем вот здесь чистота вот царапает смотреть видно что 1 что 2 смотрите есть так еще у меня здесь есть нож из стали кромакс это ножик с твердостью 61 единица тоже как бы это стать хорошим вообще нож как резак но сейчас я поговорим он тоже царапает смотрите но царапины не настолько глубокие да но не настолько глубокий как примеру скажем почему я показываю сведение видите тонкое сведение вот сегодня больше именно такой знаете разговоры будут о деталях сведения ну по моему мнению вот лично да я думаю что и многие со мной согласятся нож в первую очередь должен резать насколько я вырос как бы и знаю что мы же они должны резать долго держать заточку работать хорошо по зверю там до строгать когда что-то на сейчас пошла такая тенденция найти рубить там гвозди да там железка то есть если твой нож не рубит рельсу мангала там монеты то получается твой нож плохой это вот сейчас как-то так пошло нет мужики это все неправильно по моему мнению все-таки ножка должен резать держать заточку потому коррозируют если он там коррозирует то это плохой нож это тоже бред полный полный бред это все не неверно каждая из стали она характеризуется по-своему вот скажем кромакс является тоже нержавеющий вот этот вот ножичек это как универсальный нож резачок с тонким сведением в 0 25 с длиной 125 ширина 35 он такой резачок походного походного класса уровень его это вот готовка на природе дома да все что угодно так его цена вот такого ножа такого ножа 9000 рублей и ножичек тоже из стали кромакс да он уже заточен сейчас покажу он заточен вот заточен он под угол 19 на сторону со сведением 0 25 03 но он будет резать правильно за счет своей геометрии это модель называется bars ручка здесь береста на сквозной монтаж рассказываю там задать вопрос что такое сквозной монтаж а что с одной сквозной монтаж вот сейчас у меня в руках у него значит хвостовик идет вот досюда хвостовичок здесь клепается вот так шпилька на клепается не приваривается клепается на 2 на 2 клепки с резьбой вот этот набалдажник все там клеем и это все закручивается на стяжку береста она теплая но она слоистая это нож в руке прям за счет туши на теплую лежит очень классно вот это сквозной монтаж значит вот это с одной монтаж здесь идет вот досюда 8 у меня идет семь с половиной сантиметров хвостовик еще также у него клепается шпилька небольшой набалдажник для чего я это делаю там насечки эпоксидная смола она застывает и когда вот это все мы надеваем да вот так вот подгонка наша цель сделать так чтобы ручка при любой температуре при любом перепаде она не вывалилась оттуда не вывалилась тем более с таким набалдашником как там с эпоксидкой все она там намертво вот это отличие просили филеечку посмотрите есть такие вот филейки вот одна филейка пока такая скоро будет еще их там десяток можете заказывать вот она так гнется в пределах разумного я не знаю там зачем вам надо чтобы так филейка гнулась вот так к рукояти ну только селедку если разделывать или бантоваться перед друзьями это бред мужики ножик рабочий филейный нож посмотрите нам на японцев как они разделывают там рыбу да там тунца у них нож вообще широкий у них вот филейный нож широкий из длины он не гнется чух они его там пласт сняли нарезать там сушими чем все вот это на филешечке он у них не гнется сильно я считаю что вот вот такого вот достаточно при такой длине у меня которые филейники короткие они вообще не гнутся они чтоб селёдочку там раз если надо филе с ними спокойно вот такой ножичек он выполнен из х12мф это фултан накладки g10 вот его цена шесть половиной тысяч рублей также отвечу там на вопрос что якобы я там делаю ножи звучал почему много ножей не делаешь там еще больше если у тебя там люди ждут там до примеру заказ отвечу на вопрос да нет смысла уже все уже голова болит большого количество ножей хапни штука геморроя нервишки будут постоянно играть и всех денег не заработаешь мне хватит то что я продаю у меня продается так уже достаточно ножей тоже вот х12мф вот он стоит 5000 вот он черный граб ручка на сквозной монтаж такой вот ножичек с полировкой зеркало таких по моему два ножа есть опять же просите менеджера фотографию фотографии ну как был вот вам будут скидывать именно вашего ножа да и там еще один комментатор не буду говорить там полный ник зовут его роман у меня оскорбил в плане то что у меня ножи приходят там не заточены с топом то что если надо заточить то и вы должны платить деньги за это за долг это он при меня сказал переписку если надо кому я скину это вранье ни один ножик я не отправил не заточены абсолютно ни один был случай да вот недавно вот я отправил нож так я сказал до 5000 рублей к 12 до у меня был случай недавно я отправил ножик вот он вообще со сведением ну просто вот я положил на полку заказчику и взяли его и менеджер запаковал думал что я как бы все проверил человек получил клиент обратился ко мне лего твой нож вообще не заточен от слова совсем ну да я запарил на что я ему скинул денег на заточку он пошел профессиональному заточнику и его заточил все то есть все как бы решили так значит что на этом наверное на этом наверное все кому что понравилось ватсап вайбер менеджеру вам девочки отправят сегодня такая подборка также мужики у меня есть канал telegram туда я выставляю достаточно много ножей и со скидками и совершенно другие модели новинки поэтому покажу просто еще раз красавцы показывать и рассказывать вот поэтому вы подпишитесь ссылку я оставлю под данным видео много всего интересного смотрите шикарный образец ну такое знаете мне он просто нравится эта модель вот по поводу то что там до управлять нужно пытается оскорбить как только не знаю слушайте покажите мне что когда я правило но что он не режет у меня практически все ножи режут заточкой 19 градусов практически там финки только угол побольше это опять же говорю почему делаю побольше потому что народ нас такое надо монет купить или покой хрен монет трубить деньги их надо тратить лучше купите себе он или ребенку там я не знаю что нибудь нахрена ножами рубить ладно всем спасибо задавайте ваши вопросы в комментариях если что кому надо то с удовольствием также на них отвечу всем пока крепкого здоровья